Человек, который спродал в своей жизни всё, в том числе и наркотики, который смог вырвать ноги из этого болота, из этой трясины, правда, не без помощи, единственного человека, перед которым он преклоняется, и который является единственным авторитетом в его жизни, это его жена Тереса. Она где-то рядом, она всегда рядом. Джонни во время его боёв. У Тапи никогда не было лёгких боёв, но Тапи обладает совершенно особенным стилем в ринге. И именно этот стиль сделал его героем сотен тысяч его поклонников. Поля Айяла. Айяла Это боец, который преподнёс сюрприз, победив Джонни Тапи у него дома. Тогда это был просто шок для всего населения штата и для огромного количества поклонников бокса по всему миру. Тапи был чемпионом мира неоднократно. Острый, решительный, нестандартный, очень неожиданный боксёр с сильным ударом. И просто поразительно, как его иногда заносит во время боя, когда его, такое модное словечко в Америке сейчас, мачизму от слова мачо, когда его фантастической гордости, самомнение приводит его к демонстрации такой глупой бравады во время боя, когда он рискует всем, ставит на карту и судьбу боя, и свою собственную судьбу. И Поле Айяло. Боец, который по характеру напоминает того самого мексиканца из рассказов Джека Лондона. Человека без нервов. Настойчивого до крайности в своих действиях, невероятно упорного, и при этом абсолютно невозмутимого. Вот интересный сейчас был выход. Они одновременно вышли на рим, хотя обычно претендент выходит первым, как всегда, и ждёт чемпиона. Но тут, видно, Айяло решил... решил таки проявить уважение к своему сопернику, а скорее к его поклонникам, которых здесь многие тысячи в этом зале. предыдущий бой был невероятно упорный. И только у самых ослеплённых славой Джонни Таппио его фанатов вердикт судей вызвал сомнения. Большинство же всё-таки приняло решение судей тогда. Таппио проиграл. И вот сейчас и Джонни Таппио, и люди в зале ждут, я бы сказал, даже жаждут реванша. Какой бой Таппио сейчас на ринге? Как он готов к этому бою? Я думаю, что всё было поставлено на карту. Хотя он умудрился попасть в разные приключения во время подготовки к этому бою. Таппио не был бы Таппио, если бы не попал под огонь полиции во время превышения скорости. Не затеял бы драку. Где-нибудь в баре такое с ним случилось. Вот за этот бой компанией Топп Рэнк стыдно перед публикой не будет. Я вас уверяю. КОНЕЦ 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 This bout coming away is sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. The chairman is Dr. Elias Ghanem. Vice chairman is Dr. Luther Mack. Commissioners Amy Ayoub, Glenn Carano, and Dr. Flip Homansky. The assistant executive director is Chuck Sledge. Our physicians at ringside, Dr. James Game, Dr. Margaret Goodman, Dr. Tony Alamo, and Dr. Jeff Davidson. Time keepers at the bell also keeping count of the knockdowns. We have Al Bicek and Jane Broadfoot. Introducing to you our three judges, scoring this bout from ringside from Las Vegas, Nevada, Chuck Jumper, from Merced City, Nevada, Keith McDonald, from Las Vegas, Nevada, Это судьи. Знаменитые судьи. И Ричард Стилл. Сколько Стилл не выходит на ринг, столько его встречает возмущенным гулом. 10 лет назад. Многие считают, что он был неправ, восстановив бой Улио Сезар Чавес, Мелдрик Тейлор. 30 побед, 20 лет назад. 12 нокаутом, а всего лишь одно поражение у Поли Айялла. Поли Айялла, чемпион мира по версии ВБА. Странно, да? Первым называют чемпионом. Настолько велик авторитет Джонни Таппи. 48 побед, 25 из них нокаутом, 2 ничьих и тоже одно поражение от рук Поли Айялла. Джонни Таппи. Чемпион мира Джонни Таппи. Чемпион мира пытается отомстить за свое поражение единственное в своей карьере вот этому бойцу, Поли Айялла. Поехали! 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 Поех Айяла левша Но Джонни Таппио повидал на своем веку левшей Но Айяла левша особен Это левша агрессивного, настойчивого стиля С увесистым ударом И как я уже говорил Боец, который не поддается психологическому давлению 12 раундов боя в полулегком весе За звание чемпиона мира Вы легко их будете различать Таппио покрыт татуировкой с головой до 5 Айяла левша Почтение к бойцу Он победил его один раз и будет стремиться победить еще Для Таппио этот бой Учитывая его характер И его Совершенно фантастическую гордость Этот бой Может стать концом карьеры Если он его проиграет Ну и нужно добавить, вы наверное это уже сразу почувствовали по первым секундам Тех, кто не видел прежде этих бойцов Тех, кто не видел прежде этих бойцов Что оба Каждая из них обладает весьма увесистым Очень серьезным ударом С обеих рук В Таппио попал Попал жестко Вот это первый раунд Такого напряжения Не было в предыдущем бою За все 12 Сильная сторона поля Айалы Это умение Даже в невыгодных ситуациях Не терять присутствие духа Да Первый раунд Это заявка Заявка На весьма серьезный бой Когда вы бросаете левую 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 Это работает каждый раз Но вы степете с рукой Хорошо? Но мы нужны На левую 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 Ставьте слишком сильно Сделайте слишком сильно Сделайте это немного Держите Прессу Держите Тренер Хочет, чтобы Айала Чаще Атаковал в туловище Возвращался Назад с правым крюком Таппио все может в ринге делать Все Если захочет Очень жесткий боец Такой Настолько Остро может действовать Просто поразительно Айала не обладает Ни взрывными качествами Джонни Таппио Ни остротой Но у него есть другой козык Прессинг Абсолютный Как я уже говорил Однокровие Невозмутимость И весьма тяжелые Удары Которые Кого угодно Могут отрезвить Если Джонни Таппио Может позволить Себе Нервничать Во время боя Дат Выход Эмоциям Айала Никогда этого не делает Которые np. Натали Тrus Которые Тт святые Которые Туэли Которые Т disabilities Если стиль поля Айала для Тапи был неожиданностью в первом бою, то сейчас наверняка уже раз 40 просмотрен был не то, что весь бой, каждый эпизод той схватки. В записи наигрывались варианты противодействия давлению Айалы. И пока что Тапи действует очень здорово, очень уверенно. Тапи толкнул противника в шею, его тут завернулся. Пришлось извиниться, стил тут как тут. Как стилу приходится вмешиваться, особенно к концу раунда. Да, все правильно. Тренеру не нравится, что Джонни заигрывается, что он не выполняет установок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое забавное, что именно Айала... Часто делает то, что тренер требует от Тапи. Он очень часто начинает атаку с туловища. Он знает, насколько опасна правая рука Джонни Тапи. И ему для того, чтобы развить атаку, нужно ее сблокировать. Вот он и бьет под туловищу в начале, заставляя Тапи прижимать правый локоть. А потом можно развивать атаку, накатывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, такими сериями не отгонишь, Айала. Здесь нужно нечто другое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сейчас Джонни Тапи поплатился. Поплатился за небрежность. Его сила внеожиданности. Он сделал шаг назад, как бы потянув противника на себя. Потом бросился. Начал атаку слева. И пропустил перекрестный правый крыш. Навстречу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Айала совершенно не смущает собственные промахи. Мне кажется, что этот боец, этот есть стайер. Не только в смысле выносливости, но в смысле психологии. Он прекрасно понимает, что впереди длинная дистанция. Что все еще впереди. Что так просто, так быстро этот бой не решишь. Слишком силен против. Главное, не отдавать эпизоды. И, ко всему прочему, у него есть еще одно довольно неприятное для всех, а особенно для Джонни Тапи, качество. Он свой прессинг умудряется наращивать до последнего раунда. Не просто держать одинаковый темп. Нет. Он может действовать плотнее и плотнее. И снова очень хороший раунд. Вы, наверное, согласны со мной. Вот что такое бокс. Это то, что после хорошего боя чаще всего пишут обозреватели в Америке. Вот о чем бокс говорят они. Вот это то самое, из-за чего мы ходим смотреть эти схватки. Да, тут немножко желаемые за действительное выдают в углу Джонни Тапи. Зная его характер, его хвалят. Говорят, что это все прекрасно, то, что ты делаешь. Превосходно. Ты его заставляешь расстраиваться. А вот Тереса. Вот уж кому не позавидуешь. Столько сейчас истрачено будет нервов в этом бою. Так вот, он совершенно расстроен. Он совершенно не уверен в себе, говорят, про Айялу. Ты заставляешь его промахиваться. Только не забывай выходить из схватки с джебом. Вот чего тренер почему-то не замечает. Что все чаще и чаще тяжелый правый крюк Айялы проскакивает через сгиб локта Джонни Тапи. Попадает в голову. Посмотрите. Да, очень эффективен и очень опасен этот левый быстрый и острый удар Тапи. Но Айялы нашел такие противоядие. Вот этот хлесткий правый крюк. Бьет навстречу. Стоит Тапи только выбросить левую руку. Да, Айялы такой типичный реваншист. Он старается ни одного эпизода не отдать. Даже проигранного. Обязательно ответить. Из предыдущего боя Джонни Тапи усвоил один урок. Стоять перед Айялой нельзя. Нельзя с ним упираться. Нельзя пытаться его перерубить. Тогда Тапи много раз пытался это сделать. Во всех своих боях. А ведь до встречи с Айялы он ни одного не проиграл. Никому не удавалось перерубить Джонни Тапи. В размере ударами он всегда брал удар. И вот сейчас он старается не повторять ту ошибку. Видите, смещается, движется по рингу. Вот это и Айялы понимает, что Тапи не тот боец, которого можно запереть у канатов или в углу, если он сам этого только не захочет. Потому что он старается решать свои проблемы в том месте, где застал-то. Интересно, что и тренер у Айялы такой же спокойный, если не сказать флегматичный, как и сам боец. Еще одна звезда прошлых лет была на вашем экране. Майкл Карбахал. Первый маленький боец, который получил, по-моему, миллион долларов за всю историю бокса. За какой-то свой бой. Майкл Карбахал. Первый маленький боец, который получил, по-моему, миллион долларов за всю историю бокса. Майкл Карбахал. Майкл Карбахал. Интересно, что Аяло ведь тоже, несмотря на свою кажущуюся медлительность, шансов своих не упускает. Причем особенно заметно это в такой самой опасной фазе боя, когда идет открытый размен ударами, короткий такой, на взрыве, на ближней дистанции. Тапио видит цель издали очень хорошо, а Аяло вблизи видит все. Учитывая то, что это бойцы высочайшего класса, им любая дистанция удобна, любая манера удобна. Тут уже не идет о преимуществе какого-то тактического рисунка, что ли, в бою. Здесь идет речь совсем о другом. О том, как использовать и нарастить максимум преимущества в каждом конкретном эпизоде. Смотрите, как быстро летят эти раунды. Вот что такое настоящий бой. Смотрите, как-то провел их верну. Топия в своем репертуаре. Выслушав инструкцию, он обязательно должен что-нибудь сказать в телекамеру. Интересно, повторится ли история прошлого боя, когда Топия начал блестяще. Он превосходно провел первую половину, первые пять раундов. Хотя и не так легко, как ему казалось вначале. А потом Айялов все-таки добился своего. Методично, настойчиво, настырно, я бы сказал. Айялов знает, нужно переждать иногда взрыв, эмоциональную вспышку со стороны Топия в начале раунда. Причина этого взрыва может все, что угодно будет. Какой-нибудь выкрик из зала, или установка тренера, или взгляд жены, которую он ловит постоянно в перерывах. А потом снова приниматься за свое. Топия, с его-то колоссальным опытом. Вот в предыдущем эпизоде вы видели, наверное, Айялов. Три раза подставился. Три раза. Сделал шаг вперед, или наклон вперед. Сам не атакуя. Провоцирует Топия на атаку. И Топия вот так три раза попался на это. А на четвертой просто разорвал дистанцию. Потому что прекрасно понимал, что сейчас будет атака. Неприятные удары в туловище у Айялова. И он, в отличие от Джонни Топия, боец дисциплинированный. Аплодисменты. 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 И он не слушает, что ему говорит тренер. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Снова и снова Тяжелый правый удар Айалы достигает цели До чего же напряженный, до чего же ровный бой Впереди еще пять раундов, целых пять раундов Все может быть Вот этот раунд был Который можно определить, что называется нашла коса на камеру Такое ощущение, что все нужно снова начинать и тому и другому Казалось бы все козыри уже выдану Вот вы видели сейчас атаку Таппи Все пошло в блок, в защиту Должен сказать, что все-таки до чего же высокопрофессиональное телевидение вот это боксерское в Америке Никогда не показывает пустых эпизодов Всегда самое характерное, самое выразительное для вот предыдущего раунда Две безрезультатных атаки Джонни Таппи И попадание Айалы Две безрезультатные атаку Так вкладывается Айала в каждый удар справа Вот часто теряет равновесие Что, казалось бы, не в его пользу, говорит И тем не менее Чуть меньше половины всех ударов справа попадает все-таки в цель Смотрите Промахнулся Таппи один раз, другой раз, все равно попал Вот если сейчас Таппи поймает, что называется, вот этот кураж Если он зацепится за Таппи Вот вы увидите его тогда во всей красе Бояц умеет использовать моменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, похоже, что это раунд айалы Без всякого сомнения Публика-то реагирует на любое действие Джонни Таппи Но, на мой взгляд, если так вот Без горячки Внимательно и бесстрастно подглядеть на то, что происходит в раундах То, в общем, несмотря на очень эффектное поведение Джонни Таппи в ринге Айала действует более эффективно Джонни, дай ему ритм Дай ему промахнуться А вот видите на повторе, как выглядит все это Раунд айалы, 100% Девятый раунд И сейчас Таппи попытается взвинтить темп И айала им этого не даст Темп и так достаточно высок Понимаете, можно попытаться взвинтить темп И сделать это так, что это будет выглядеть суетой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таппи натыкается на такие твердые предплечья айала Все, казалось бы, делает Таппи правильно и быстро Самое главное, очень быстро Насколько выглядит более медленным айала И, однако, его удары чаще цели достигают Вот такой парадокс. Попытался в этапе поиграть в левшу, но решил бросить это занятие, потому что прекрасно понимает, что против настоящего левши это не сработает. Первый раз я вижу, что Джонни Таппи относится с величайшим почтением к своему сопернику. За ним раньше это не водилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, в углу у Поля Айелы, на этаже установка. Больше комбинаций, больше серий. Я знаю, ты это можешь. Я знаю, ты это можешь. Из раунда в раунду повторяется эта установка. Ритм, ритм, ритм. И как можно больше джебов, говорят Таппи в углу. Вот вам и ритм. Два тяжеленных удара в туловище и еще раз в туловище. Айела. Какой же тут ритм. Это... Айела. Айела. Спровоцировал Таппи на срыв. На рубку на средней дистанции. Айела, только этого и надо. Видите, какой результат? Он прекрасно знает психологию своего противника. Таппи очень сложно заставить потерять равновесие, баланс во время схватки. Но очень легко заставить его потерять душевное равновесие. Айела, кажется, уже знает, как это сделать. Последний бой, выигранный Айелой нокаутом, был 23 месяца тому назад. То есть, настолько давно, что, в общем, может быть, считает, что он потерял уверенность в своем ударе. Однако это его не смущает, как видите. Да, я бы не сомневался в этом направлении. В исходе этого раунда, не знаю как вы, мне кажется, он снова заоял их. Да, многовато бравады, это вообще уже признак. Признак неуверенности. Тапия понимает, что что-то не так идет. Не знаю, он в общем-то горячий парень, но боец-то он опытный, должен прекрасно понимать. Что-то не складывается, нужно менять. Менять уже поздновато, хотя еще возможно. КОНЕЦ 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 Самое интересное, что Джонни Тапия управлялся и с более быстрыми, и с более техничными бойцами, чем Поли Айял. КОНЕЦ 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 решить второй раз и как видите не очень удачно мощнейший удар оял отбрасывает тапик каната первый раз за весь бой не забывайте одиннадцатый раунд идет значит сил еще полно и вот по части ритма кажется аяло сейчас навязал вот этот самый ритм пропустил сейчас жесткий удар так и вот джонни изменила чутье в этом эпизоде нужно было развивать атаку он решил покрасоваться перед публикой а а а а а восторг поклонников джонни таппи раунд за ним и не считают а 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 Тогда в финальном раунде Капиа проиграл. Это было заметно. Пойдет ли он сейчас на такой спорт? Не похоже. И аяло. Достаточно осторожно. Но точно сейчас сработал. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Ну, что вы скажете? Как вы думаете? Какой будет исход этого боя? В общем-то, сейчас уже не так важно, кто победил. Я, например, убежден, что Джонни Тапп этот бой не выиграл. Поменьше иметь. Ну, я бы не рискнул сказать это вслух вот всей этой многотысячной толпе взяли. Я выиграл, я выиграл, говорит Айел. Дима Тапп, говорит Айел. 116-112. Один судья дает. 115-113. Поли Айела. Айела. Единогласна. И думаю, что справедлив. Айела. Айела. Даже! Спасибо! Добрый год! Субтитры создавал DimaTorzok. Да, это, конечно, страшный удар по самолюбию Джонни Таппиа. Я не стану переводить те слова, которые он произносит сейчас в адрес судей. И расстройство его понятно. Человек, чья карьера была блистательна, который считался непобедимым, второй раз проигрывает одному и тому же бойцу. В общем, полиция должна быть на чеку, поскольку от Джонни Таппиа можно ждать всяких неприятностей в таком состоянии. Но опять повторяю. Не знаю, может, вы сами...